Самарская набережная На Волге неожиданных отдыхающих Первый раз в таком количестве я их видела Никогда мне не доводилось только их видеть Потом я пришла еще где-то через несколько дней Потом стала ходить, вижу, что им голодно И стала ходить в любое свободное время Женщина беспокоена дальнейшей судьбой пернатых Ведь впереди сильные морозы Уток и раньше замечали на Волге зимой, рассказывают самарцы Только в меньших количествах За защитники успокаивают горожан и объясняют В последние годы некоторые пернатые отказываются улетать на юга И живут на открытых водоемах или городских ручьях Которые текут по оврагам Питаются мелкими беспозвоночными Вот прям рядом с нами здесь течет ручей по ботаническому оврагу Чуть дальше туда Это будут ручьи, которые между седьмой и восьмой просекой И таких ручьев не так мало Они не замерзают, утки на них держатся И могут там кормиться Кроме того, скажем так, в том, что утки остаются здесь и на зимовку Повинны, ну в кавычках, конечно, повинны сами жители Которые их просто подкармливают Зачем преодолевать длинные расстояния и самостоятельно добывать себе пищу Если в городских парках люди сами ее принесут Да еще и в гораздо больших объемах Есть некие такие средние сроки, когда птицы улетают Они обычно ориентируются не по температуре, а по длине светового дня Но вот у животных и растений, кстати, которые в городах У них эти ритмы сбиваются Из-за подогрева В городе же всегда теплее И даже и летом в городе теплее Зимой тем более Так что, так сказать, животные расплачиваются вот за то, что теряют ориентацию Большая стая уток, которая завладела вниманием самарцев на набережной Это уже приспособленные особи Отметим, что в прошлом году наша редакция делала материал о зимовке сотни уток в парке металлургов Животные и птицы эволюционируют и приспосабливаются к новым условиям Говорят специалисты Не стоит забывать про естественный отбор Мария Левина, Григорий Першаков, Константин Головин, События Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!